Всем привет! Не очень люблю снимать в центре, но сегодня все-таки решила. Прогуляюсь немножечко и поснимаю Прагу один. На этой улице я говорила. По сюжету моей книги действие происходит здесь, вот в этой галереи. И хотя тут, конечно, есть художественные грехи, как бы, как сказать, при описании Праги, как в трех иксах. Когда заходишь с одной стороны города, оказываешься с другой. Так и у меня в книге получается, что вроде как действие все разворачивается вокруг этого места. На самом деле другие места оказываются очень рядом. Или нелогичное построение поездки на трамвай и вот такое. Как-то не хочется меня менять. Я так для своей книги Прагу немножечко перечертила. Именно приближенность одних районов к другим, скажем так. Так, не спеша пройдусь и покажу что-нибудь. Плюс сегодня освещение неплохое. И не сильно солнечно. Когда очень солнечно, то слепит. И бледные слишком цвета получаются в видео. И в то же время светло. Достаточно света для съемки. Здесь мы с вами гуляем не часто. Потому что здесь не очень удобно снимать. Шумно всегда, тяжело поговорить. Но все-таки надо снимать все. Это старое место. Старый город. Марионеточки. Здесь, конечно же, очень все дорого. Туристы, имейте в виду. Потому что здесь просто на все накрутки сумасшедшие стоят. Тут просто они приходят. Даже мороженое тоже покупают в супермаркете. И продают просто, не знаю, в четыре раза дороже даже я видела. Поэтому, ну, конечно, когда путешествуешь, особо не паришься. Но если паришься, то лучше зайти в супермаркет. Их здесь не так мало. И в большинстве случаев достаточно вырулить одну улочку просто куда-то в сторону. Но и всегда найдется какой-то супермаркет. Потому что вот эти самые большие туристические тропы, где много галерей, много магазинов с всякими туристическими товарами, вот этими магнитиками, и всем всегда-всегда здесь очень завышенные цены в большинстве случаев. Редкие исключения бывают. Вот мирный магазинчик. Вот здесь бы я, наверное, уже жить бы не смогла. Здесь очень шумно. Сейчас еще такое времечко. Я дождалась, когда немножко поменьше людей стало. Но вот еще полчасика назад, когда я шла в ресторан кушать, просто битком здесь все было. Пойдем в какие-нибудь удаленные улочки. Вот это номер машин. Кто же меня грызет-то так? Ах! Кто же меня грызет-то так? У меня сегодня большая прогулка. Даже надо посмотреть по шагомеру, сколько я прошла. Я очень много прошла, но как-то не было желания совсем снимать. А потом я пришла сюда и думаю, такое время сейчас хорошее начинается, когда не особо много людей, можно здорово поснимать. Надо использовать эту возможность. Здесь в костерах всегда концерты всякие проходят. Органные концерты классической музыки. Очень здорово, очень всем рекомендую. Просто обязательная программа пражская. Сходить на органный концерт в костер. Они совсем не дешевые, но это реально того стоит. Они потрясающие абсолютно, невероятно. Невероятно красиво, невероятно чувственно. Очень-очень здорово просто. Я в очках, все без очков. Если туда я пойду, то я приду в магазин косметики. Заодно и можно зайти, и вас выголю из себя. Сегодня я походила немножко по магазинам товаров для дома, пересмотрела некоторые вещи для нас. Надо будет прикупить. Литерарно не коварно, я уже показывала ее, литературное кафе. Тут афиши когда-то были, но все подзирали и ничего нового не приклеили. Окошки открыты. Такая узенькая уличка, узенькая и узенькая. Старое место, Прага-1. Прага-1 старый город. Тут рядом Старомнестка, Старогородняя площадь Старомнестки нам нести. Хотела по-чешски, по-русски и в итоге не так и не так не вышло. Старомнестки нам нести, да. Ну, в туристических всяких этих брошюрках называют Старогородние, хотя, конечно же, название не переводится. Видимо, просто для того, чтобы понимали. Так вот, мой магазинчик. Надо зарулить и дальше будем гулять. Погуляла, побродила и даже насмотрела парочку продуктов интересных, косметических, которых бы я бы хотела. Но пока они мне не нужны. Например, я насмотрела лак для волос от фирмы, которая мне очень нравится. Все продукты для волос. У них были краски для волос и пена. Я не знала, что они еще и лаки производят. В смысле, я знала, что они производят. Я не знала, что они в Чехии есть. Никогда раньше не видела. И я купила уже другой фирмы. И практически новая банка у меня. Потому я, естественно, не буду покупать второй. Но буду знать, что он есть. Да, сейчас моют все здания. Помывка у нас просто тотальная. Все здания моют, подкрашивают. Небоскребы моют. И такие обычные здания моют. Как миленько. Обожаю дворики. Я бы зашла туда, но зайду сейчас и закроется. Надо сфоткать красиво. Не рискну заходить, а то закроют. Потом меня и буду звать на помощь. Ой, какой старенький. Нуждаемся в ремонтике. Ой, там красиво. В Праге во дворах основная красота прячется. Просто основная. Поэтому, если вы выбираете ресторан в центре, всегда старайтесь выбирать тот, у которого есть садик во внутреннем дворике. Потому что там вы увидите то, что обычно вы просто не увидите. Потому что эти виды доступны только жильцам домов и ресторанов, естественно. Клиентам ресторанов. Ресторанчик. Клиентам ресторанов. 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 Поэтому я вышла туда, куда я не очень хотела, в очень-очень шумные места. Но сейчас что-нибудь придумаю. Здесь пятиэтажный ночной клуб. На каждом этаже разный стиль музыки. The biggest music club in Central Europe. Не знаю, насколько это правда, что он самый большой, но он огромный. И уникальный тем, что просто реально. Разная музыка на разном этаже. В рамках одного клуба выбирай что хочешь. Вот так вот в Праге один. Почти во всех местах. Узкие улочки. Очень узкие тротуары. Витком народа. Сегодня еще терпимо. Ну, этот исторический центр, он совсем небольшой. С двух сторон рек туда, к Пражскому Граду. Это Тарлок мост уже. Вот через Тарлок мост и к Пражскому Граду. Куда много людей. И вот здесь. И здесь много людей. И во всех остальных местах такого, конечно же, уже нет. Макароны. Макароны. Макароны вроде по-русски называют, но кажется все-таки правильно макароны. Но макаронами их не называют именно из-за того, что по-русски макароны это совсем другое. И потому по-русски их прозвали макароны. Пирожки эти французские. Не знаю, что-то я такое. Одна блогерка рассказывала, не вспомню точно что. Все-таки макароны правильно она говорила. Не знаю. Весь мир, по-моему, макарон говорит. Надо посчитать как правильно. Как бы там У вроде неоткуда взяться, потому что там одно О. Почему-то со мной здороваются. Большое ощущение у меня, что скреть он меня хотел, но ладно. Улыбался так красиво. Так, а то я разгоняюсь, надо помедленнее идти. Надо бы зарубить, чтобы не так много людей было, а я знаю куда. Мы вот здесь как-то гуляли и увидели, как гуляет Томо из 50 Seconds to Mars. Группа, если знаете, это одна из наших самых любимых групп с Лешкой. У нас разные музыкальные вкусы, но вот насчет 50 Seconds to Mars, там Милен Форме, мы сошлись. И после концерта Тициана, как бы Лешка поехал ради меня на концерт в прошлом году, но ему настолько понравился концерт, что он в итоге теперь начал слушать Тициана. Вот. И вот мы здесь гуляли и смотрим, идет Томо. А как раз, ну, то есть логично было, что они в Праге находятся, потому что на следующий день был их концерт. И мы как раз имели на него билеты на тот концерт, и мы вот тут вот бежали-бежали за ним, и вот тут пусто было в этот день. И он уже заворачивал за поворот, вот как-то парой я его окрикнула. Он обернулся, я попросила сфотографироваться, если не забуду, вставлю здесь фотку нашу. Ну, я ему пожелала классно отработать концерт, сказала, что мы придем. Он сказал спасибо, и на этом мы разошлись. Вот. И оказывается, что в этот момент на Староамаке здесь просто в трех минутах отсюда был Жаред. То есть я видела уже потом фотки папарацци. Вот. Но я его реально не успела увидеть, потому что я побежала за Томо просто. Причем бежали мы за ним, ну, пару минут реально. Я его увидела и вдалеке. И мы прям бах-бах побежали. Я говорю, пошли попросим с ним сфотографироваться. У нас как раз фотик с собой был, мы гуляли. Вот. И вот так вот все вышло. Библиотека. Бася и библиотека. Но я в библиотеку не хожу. И хотя я очень люблю бумажные книги, но я все читаю в электронном формате, потому что вес маленький. Читалка мало весит, и мне очень удобно ее носить. А так книги с собой таскать я практически всегда, если я еду в город или что, я возвращаюсь с покупками. Ну, поскольку машины нету, надо, конечно, наверное, как-то это менять и хотя бы для покупок брать машину. Вот. Потому что, потому что получается, что да, откуда бы я не ехала, Лешка часто занят, и я стараюсь какие-то продукты, что-нибудь новенькое всегда найду, что-нибудь на скидках. И я еду всегда очень такая нагруженная. И от этого я не могу с собой еще и книжки таскать. Поэтому я стараюсь всегда так по минимуму. У меня все мини-мини-мини. Мини-дезодорант, мини-крем, мини-читалка, мини-расческа, все карманного варианта просто. Ну, красота. Много разницы. Ой, жарко стало. Марианский на месте. Марианская площадь. Так. Ну что, перейдем здесь. Angry Birds по фильму. Тут тоже показывают? Или это просто афиши? Я бы даже, может, исходила. Я мультики вообще не очень люблю, но вот в кинотеатрах мне доставляют удовольствие их смотреть. Как мне странно. Я довольно часто хожу в кинотеатры именно на мульске. Чувак на меня разозлился. Я остановилась, чтобы заснять пики, а он думал, что я перехожу дорогу, хотя я стояла сбоку и далеко. И он так головой покачал. Ой-ой-ой, я думал, что ты просто переходишь, а ты не переходишь. Здесь-то почта. Тут почта. Тут почта. Почему я пить хочу? Ведь я же попила недавно. Еще пол-литра морковного сока всадила. Так. Здесь-то. Здесь-то. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 искусству по-другому не скажешь. Там такая роспись, что просто челюсть отвисает, очень мне понравилось. Мы всю сантехнику купили этой фирмы, и я очень довольна. Это не передать словами просто, насколько я и вообще и мой муж довольны. Я очень настаивала, чтобы мы купили, и хотя это все гораздо дороже было, чем такое обычное все, но я просто видела в этом класс с самого начала, и я очень настаивала. Чтобы мы купили хорошую сантехнику, хорошую ванну, и мы настолько довольны, что вообще... Вот я заходила недавно в магазинчик с товарами для дома. Такой. Не то, что магазинчик, бутик скорее. Все дорогое достаточно. Белье постельное дорогое, полотенце, мебель безумно дорогая. И вот там вот огромное количество было вот этих всех знаменитых компаний, которые производят посуду. И в том числе Велирой Унбох. Там были просто, блин, вообще запредельно. Так, наверное, мне нужно через площадь идти, потому что мне нужно вернуться в магазин. Это у меня прогулка «Забежи жирок» называется. Я покушала только что, и хотела уже затариваться, идти домой. Потом думала, ладно, растрясу хотя бы жиры. Время. Я. это очень дорогой дорогая пекарня очень даже традиционные просто чешские булки там как она называется гурман даже просто обычные булки самые обычные стоят в пять раз дороже серьезно которые в каждом супермаркете можно купить может быть конечно они вкуснее не знаю я не покупала у меня рука не поднимается за такие деньги купить но выглядят они просто как традиционные если вот там вот есть этот бейк-шоп за этим золотым зданием бейк-шоп есть их два в праге знаменитая сеть у них по-настоящему просто невероятная выпечка она невероятно выглядит она невероятно вкусная и она необычная и все и она стоит также как как здесь обычные калачи которым у калач по-чешски булка так 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 любят шерибекс это бушные дорогие сумки я видела в интернете их они все там практически в идеальном состоянии такие двери бирюзовый класс передает на телефоне обычный синий цвет а в реале бирюза такая красивая девушка настолько похожа на эму швагер я практически уверена что это она кто смотрел фильмы с стилем швагером соблазнитель и красавчик и у них обоих 2 2 части это дочка одна из дочек сели швагера и вот мне кажется это реально она потому что полностью соответствует возраст и по всему правда пила спиртной напиток ей лет 13 но не знаю очень похоже я не смогла разглядеть и обернулась новая девчонки сразу естественно это заметили напряглись но очень похоже я очень люблю эти фильмы и соблазнители красавчик хотя они безусловно очень наивные и наверное да это главное замечание нечили чрезмерно наивные в них легкое отношение к серьезным вещам серьезное к легким как то так конечно не всем понравится но мне кажется такой фильм хороший на каждый день у меня нету такого чтобы вот я прям лежала и смотрела фильм у меня редко такое бывает реально я всегда использую фильмы как фон как фон каким-то делам пока я убираю пока я пишу книгу пока я работаю то есть у меня нет возможности так вот смотреть иногда бывает вдвоем мы это если мы вдвоем то мы стараемся гулять а вот эти фильмы они очень классно подходят они такие солнечные легкие пытаются там просаживать как-то ценности какие-то мне нравится в общем на них мне хорошо катит они сегодня реально маловато 300 обычно здесь вся площадь забита так надо мне чего-то купить а чего купить надо посмотреть сначала что есть какой нельзя на улице пить но обычно европейских городах полиция очень лояльна к туристам единственное если они там уже совсем границы не пересекают и не начинают разбивать все и все я говорила рассказывала что с датскими туристами очень долгое время огромная проблема была и в итоге дания перестала массово рекламировать чехию и очень многие туристические у них операторы отказались просто от этой как от города в принципе от праги потому что датчане молодые здесь сюда ехали у них там как говорят очень строго все и все они приезжали сюда просто упиваться и заканчивалось это просто разбитыми зданиями историческими и всем таким бедненький заячка боже кошмар ножки у него спутались но я сколько раз не пыталась ловить голубей вот так с этими ножками чтоб им помочь я просто не могу их словить они улетают и все хоть ты тресни мы одного с лёжкой наверно минут 40 гоняли уже ну столько сил потратили и все равно вот он уже совсем близко мы и куртку на него набрасывали и все и все равно он улетает хоть ты тресни видела его жалко стало и забыла о чем я говорила ладно значит не важно все мы с вами вернулись на отправную точку и я сейчас пойду в магазин и и вышуршовую домой у нас уже у нас уже осталось пару дней ремонта причем уже такие икота напала такие вещи просто пол по моему положите двери поставить по моему уже больше ничего и не осталось ну пол не везде пол пол уже положен в двух комнатах пол осталось еще в комнате и в коридоре положить но самое главное в коридоре потому что в коридоре как будет положен пол то можно наконец-то будет поставить двери в туалет и ванну потому что я уже просто две с половиной недели живу без дверей дверь стоит только одна в комнате в которой мы сейчас живем потому что чтобы тигна не выбегала да на настройке конечно очень много нюансов что такое жить на настройке хоть одна комната и готова но все равно приносим огромное количество мусора строительного я подметаю просто по 150 раз на дню ладно все я пришла в магазин спасибо за покупку пока пока пока